В дореволюционный период проспект Ленина, как многие знают, называлась улицей Большой, которая и тогда считалась самой главной улицей города. Вот эта траектория, вот этой улицы, она была самой главной, потому что конец ее начинался, как бы вот два конца, то есть это, допустим, заложная часть, оттуда располагалась, уходила трасса на Иркутск, на Иркутск, на Иркутск. То есть основная связующая линия, тракт, Иркутский тракт проводился именно через эту улицу, можно сказать. Также она доходила до нынешней площади Аженикидзе, и там она шла уже дорогу на Намский улуз. После Февральской революции в 1917 году эта улица была переименована в улицу имени Великой Февральской революции. А пятью годами позже улицы дали имя Великой Октябрьской революции. После этого, только с 1962 года, она стала носить имя имени Владимира Ильича Ленина. А самое главное, что вот на этой улице находился один из самых таких примечательных домов города Иркутска. Это торговый дом Каковины Абасова, а последствия разрушенного и построено на нем здесь здание Якутзолота, то, что мы видим на заднем фоне. А на месте нынешнего здания Дома правительства стоял известный и любимый среди горожан продовольственный магазин номер один, который еще называли Домом Манитаха. Зрители, наверное, которые сейчас смотрят, они, наверное, вспомнят, что здесь на месте, вот угол Кирова, проспек Ленина, там, где у нас кафе «Кристалл» в прошлом, а теперь это ряд там магазинов, там находился первый дворец пионеров, так называемый. И вот он был построен в 1937 году, и в этом году дворец пионеров отмечает свое 80-летие, чем, наверное, мне хочется их поздравить. А еще ранее территория нынешней площади Ленина в прошлом была полностью занята большим кирпичным зданием гостиного двора, построенного в 1836 году. Своим видом и размером гостиный двор производил на жителей и приезжих большое впечатление и считался одним из лучших и красивых зданий старого Якутска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!